Девушки отдыхают Хватит меня путать, притворяясь хорошим и раздавая телефоны Ладно, но подножки-то зачем было ставить? Отвечу тебе вопросом на вопрос Потому что я так хочу Прошу прощения Да? По-вашему, если бы он сломал шею, это было бы смешно? У меня такое чувство, что вы ожидаете от меня ответа нет Как вас зовут? Слушайте, а вы новенькая, да? У-оу Уборщик Здрасте Или ссору без необходимости? Вы уволены А как же мой сын? Это моя дочь Извините Можно еще раз посмотреть? Пожалуйста Доброе утро Доброе утро Поразительно, как один и твердый вопрос может вызвать такие разные последствия Можно с вами поговорить? Можно с тобой поговорить? Можно с тобой поговорить? Мать твою Вынуждена спросить Когда я вас увольняла, вы решили, что это шутка такая? Да нет, я знал, что вы всерьез Вы ведь уволили санитара Джимми Кстати, а что он сделал? Вот где у вас заключено напряжение Не возражайте, я буду еще петь мантры Это расслабляет мышцы Чувствуете? Джим всегда такой Ну что касается инцидента с доктором Дорианом Я клянусь, что этому не повторится Хотя он и заслужил, конечно Даже не знаю Да ладно, у меня тут вечно сработают Вы же не можете выкинуть меня из этой клиники Нет, но я могу вывести вас оттуда так, что вы не заметите Неплохо, сработано Прошу сдать ключи А где остальные? Да мне надоело все время таскать Поэтому я сделал один ключ, который подходит вообще ко всему Смотрите А? Нравится? Покатаемся? Спасибо Нет Как ты? Держишься? Уборка это искусство Моя швабра была моей кистью О нет, я вижу уборщика впервые с тех пор, как его уволили Надо сделать вид, что я сочувствую Так, надо подумать о самом грустном Терк умер, терк умер, терк умер, терк умер, терк умер, терк умер, терк О боже, а вдруг с ним из-за этого и правда что не случится Что я тогда буду делать? Так, хватит об этом думать, терк в порядке Терк в порядке, терк в порядке, терк в порядке, терк в порядке Джейди Уборщика уволили Ничего страшного А он это знает, просто ему плевать Он считает, что в наших отношениях я был плохим парнем Хотя давно бы мог понять, что я не сделал ему ничего такого, чего он бы сам не заслужил Ты запер меня в водонапорной башне Ты писал на стенах Ты уничтожил мой скутер Сашу Ты знал, что я ненавижу среду Ты пугал моих пациентов из педиатрии Ты не надел шорты, которые связала тебе моя воображаемая жена Уборщик, я только что узнала, мне так жаль Чего? Что нового? Господи, да как это вообще возможно? Я должен от нее избавиться Честное слово, она меня... Почему ты меня не слушаешь? Вот почему Наверное, вкусненький кексик Вы так думаете? Надо будет заняться сексом Как эта картина навела тебя на такие мысли? Вечером скажу Не забыть принести кекс и гавайскую рубашку Мамочку это возбуждает Донни, а в мои бесплатные пожизненные кексы входят такие пирожные? Нет Проклятье Так, я хочу избавиться от Мэдэкс Кто за? Я за Я теперь все время мою пол в квартире и периодически гавкаю Нет, я не спят, просто мне нужно общение А когда я лаю, соседи начинают орать за тни своей чертовой собаку Тогда я могу зайти к ним с бутылкой виски, извиниться за Расти Это мой воображаемый пес Правда, к тому моменту, как моя подруга девушка возвращается с работы Я так пьян, что говорить уже не могу Не то, что там сексом заниматься Вы никогда не думали обо мне как об организме, который занимается сексом, да? Никогда Нет Так, я тебе заразе не доверяю, мы обязательно накопаем какую-нибудь грязь Скорей, парень, я не хочу, чтобы меня застукали Слушай, Чубакка, когда я звал тебя с собой, мне даже в голову не приходило, что ты можешь паниковать из-за маленького взлома А я не паникую Просто все так обыденно Я даже придумал персонажей, которые боятся, что его опять посадят Ну и надеюсь так почувствовать прилив адреналина О, тогда давай, конечно Ладно Я не хочу туда возвращаться, старик Особенно после того, что они сделали с Джонни О, Джонни, Джонни Джонни был лучшим Охранники его страшно отделали, да, пырнули его заточкой И заточили пырнулкой Из-за пачки сигарет Джонни, Джонни Ты был слишком хорош для этого мира Надеюсь, Джонни, теперь ты там на том свете правишь всеми Джонни Джонни Карло, спасибо, конечно, за наставление матушки Гуссини Львицы Львицы, я их выслушала, но мне не нужна твоя помощь Слушай, ты, конечно, считаешь, что сама справишься Но здесь для этого нужно окружить себя друзьями Ну вот, посмотри Я могу рассчитывать на троих из этой четверки Я доверяю им все свои секреты Ребят, Карли приснился такой эротический сон про эту официантку Смотрите, какие неловко Симпатичные серьги Спасибо Не за что Как же нам избавиться от этой мэдликс? Уборщик, предлагаю начать с твоих бесполезных идей Спасибо, Перри Ну, первым делом в голову приходит смерть от копыт оленей Атака из космоса Люстра с колючей проволокой Фотографии Ядовитые суши А фотографии? Ты имел в виду использовать фотошоп, чтобы наваять компромат? Нет, я предлагаю построить пункт про явки фотографий Каждый возьмет по одному Пройдет время, и нужно будет проявлять свои фотографии Она придет к одному из нас Мы выскочим с криком «Сюрприз!» И забьем ее до смерти в бильярдном кием Я хочу сразу извиниться Это я виноват Потому что эта ситуация повторяется в очередной раз Из-за меня Да ничего, я не злюсь Ты до сих пор не понимаешь Чем тут делаем? Ты вправлишь ей мозги? Пытаюсь Кэти, ты до сих пор не понимаешь Можно вклиниться? Валяй Я тут выживаю по тем же правилам, что в Мексике Правило первое Не пить сырую воду Второе Оторваться до упаду Третье Всегда договариваться Серед углами стоит притормаживать Я об этом уже думал Но поскольку тот главный врач, который меня уволил, сам уволился То я вернулся Ура А я знал, что ты так отреагируешь Но поскольку Джинни, санитар, который распускал руки, тоже вернулся Я сказал ему, как ты по нему скучал Привет, я тоже скучал Ну, что думал, рассказывай Ты так, ничего особенного Ой, я нашел клад, где тут золотишко Где золотишко? Я тебе возьму свою маленькую кирку Не надо, не надо, не надо, не надо Я сам добуду свое золото, ну не надо, спасибо Рад тебя видеть, да? Ну за что? Ой, так как правда, ты вернулся Я счастлив А ты не выглядишь счастливым Я просто так редко радовался, что теперь, когда пытаюсь улыбнуться, у меня щеки болят Но я правда счастлив Возвращение короля, да? Да, не могу даже сказать, как тебя не хватало Джимми не на дне не нравится Джимми, пошел вон Без проблем, увидимся Я научу тебя командам, чтобы им управлять Шикарно Ой Спасибо, что помогаешь, Тедди Мне надо медленно, плавно входить в работу Орудовать тряпкой, это вам не на велосипеде кататься Без проблем Доктор Дёрк, видели, кто вернулся? Привет Круто, да? О, черт Что? Мой пациент с пересадкой почки и его жена не... Прошу прощения Когда я говорю, что, я имею ввиду, пошел вон А, кстати, что случилось с уборщиком, который тебя замещал? Нам придется с тобой расстаться, Марф Держись, старик, не унывай Мне так жаль, доктор Шик Зови меня Убо Говорит, что он убылился Орудовать шваброй тяжело Надо махать от себя И быстрее Будь то ответ, которого не ожидаешь А, как ты восстановился? Я не восстанавливался Я тут вообще не работаю Если ты не восстановился, почему ты работаешь? Я не работаю Это ты работаешь Я тут сижу, потому что мне тут нравится Ты не волнуйся, я получу свою работу Хорошо, какой план? Я только что его озвучил Я здесь, значит, я получу работу обратно А у меня даже голова сболела Мы оба знаем, что это не отменяло Когда твой ребенком на тебя упал мраморный фонтан Иногда мама заставляла мою коляску на подъездной дорожке Моя тоже Но я выработал собственное кредо Все работает мне во благо Подобирайте ваши чеки Уитт, а мне понравилось, когда ты это делала голосом опры Ну ладно Кому чек с зарплатой? Получай чек И ты получай чек И ты получай Ай, тебе просто поднайся к ней Все заметят, что ты не получил чек Это будет унизительно Нельзя просто говорить, что ситуация изменится сама собой Она сама собой не изменится Она Прошу прощения, а где мой чек? А вы кто? Уборщик Что, не видите? То есть я старый уборщик Я заменил уборщика, который заменял меня То есть я снова в деле Пойду, выпишу вам чек Прости, что перебил тебя? Ты что-то говорил? Ну спокойно, спокойно Давай, работай Слушай, мы с тобой во многом похожи Мы образдываемся между желанием сделать что-нибудь хорошее И стремлением стать главой мирового зла Нет Да Ты ненавидишь людей Я ненавижу людей Но никто не понимает, что мы разборчивы в своей ненависти Это правильно Я ненавижу только тех, кто сделал мне что-то плохое Что-нибудь спер или Положил монетку в дверь Или Вот этого парня Увидел, как он посмотрел? Как будто он лучше нас К тому же ему только 25 А я слышал, как он говорил в дни моей молодости Ну что ж, он сам копает себе могилу, да? Мне пора Иди Это даже хуже того Займись им тоже Ну наконец-то Я понял, почему я его ненавижу Отлично Дайте мой вантус Засасываешь окорку рта Делаешь раз-два-три Потом чипок И кадык вылетает наружу Теоретически Впечатляюще Спасибо Не за что, Перри Кажется, мне повезло А чей ты играешь на бонго? Семь понедельник Понедельник, день бонго Это еще что за хрень? Подарок от своих директоров Фотография клиники в день ее открытия В 1884 Там гибрид стоит на парковке Наверное, да, ты перепутал Куда повесить? В чей-нибудь кабинет Вы вроде как не даете мне выполнять свою работу, да? А если я не дам вам перить бумажники пациентов после их смерти? Врачи этого не делают Надо же, какой правильный сидит, да? Ну повесь уже куда-нибудь Ладно, мне пора Кокотетер мы заказываем обычно Вот столько и заказывайте Ну, как-то так Нравится? За что? Ну, а так ее видно с обратной стороны Жизнь становится интереснее, когда видишь обратную сторону вещей Женщин, бейсбольные карточки, кукольные спектакли Ну, к тому же так добиваемся трехмерного эффекта Ой, что это там вдалеке? Какая там клиника? А, да, это наша клиника Ой, не страшно, опять эта двинулась Она приближается, что ей нужно Ой, нас хватило Терри, бежим, бежим Такая игра Не подходит Чубака Все сделали, пошли отсюда Привет, главный врач Барби, ты что, список не видела? Видела, я в списке иногда допущенных Иногда не сейчас Но я... Пошла вон! Черт! Не слышу телефон, не буду отвечать А, Карл, наконец-то мой союзник Телефон звонить не переставай, всем от меня что-то нужно Кстати, мы тоже в последнее время работаем на износ Может, наймем пару новых медсестер? Ну, конечно, если ты так считаешь Я молоток проверяю, а то вдруг не работает Работает Совет директора спрашивает, почему не предоставили новый бюджет А ты не единственный, кстати, кто может тут стучать Я в другой раз зайду Карла Хватит Я не могу нанять новых медсестер Извини Я понимаю Привет Привет Никогда не допущенный сотрудник Привет Клёвый офис, Перри Ты что, не видел своё мнение в списке «Никогда, никогда, никогда»? Нет, моего имени там нет Пэт И лечу Моего пациента с пневмонией хотят выписать, а ему ещё рано Может развиться респираторный дистресс-синдром, рецидив Он может упасть, сломать бедро Его нужно ещё подержать Я не могу Совет директоров знает, что я прикрывал пациентов и теперь жаждет моей крови Некоторое время мне придётся сидеть очень тихо Ну ладно, я всё понимаю, но мы же всё равно друзья Нет, мы не друзья Что это? Почему это мы не друзья? А, наверное, потому что мы лучшие друзья, надо спросить Это потому что мы... Нет, мы не лучшие друзья Думаешь, что у меня есть новое кресло, и я сразу забуду, что самое главное — это пациенты? Ты думаешь, я забыл, что для нас имеет значение? А я скажу тебе, что имеет значение Что ты наглый, самовлюблённый, самодовольный, маленький козёл Ты что, стучишь в нужных местах для лучшего эффекта? По крайней мере, пытаюсь Шикарно получается, спасибо большое А теперь Пошёл вон из кабинета Ладно, сэр Я не мог понять, то ли это отдаётся стук матка уборщика, то ли это заколачивается последний гвоздь в гроб доктора Кокса Я не понял, а зачем уборщику офис? То есть вопрос по отложениям солей от мочи переносим на четверг Сейчас проверю расписание Так, хорошо, Стив Да Что? Что делают? Отличная шутка Немного российская, правда Да, хорошо Знаешь что, передавай привет, да? Серьёзно? Сифилис? Ну, вообще-то, Стив, я не врач Но как-то это... Нет, это не типично для Сифилиса Кстати, Тэдди, а в педиатрии кто-то уже поёт детям? Кто? Купитик Однажды луна устала ходить по небу Она спустилась по звёздам и решила искупаться в океане Очень милая песенка Это не милая Она прекрасна Минуточку Ты взял две последние шипучки Отдай мне одну Нет, это для пациента А вторая... Для меня Старый трюк, привезнуть банку, чтобы я никто не захотел, да? Только я тебя уже опередил Облизан уборщиком Фу То же самое написано на твоём мобильном А вы видели когда-нибудь такого ангела? Тэдди, пора включать всё своё обаяние Ты смотри, как двинул, а? Дорогу я вам помочь? Нет, не можете Каждый раз, когда ты трусит перед девушкой, он садится на велосипед и мчится домой Ты не своё боль, Тэс Боль означает, что ты ещё жив Как бы я хотел помочь этому лысому потному чуваку Может быть мы с тобой объединимся? Наверное, ты думаешь, я скажу нет Позволь я объясню тебе кое-что о Дорианах Мы доверяем до последнего Поэтому у каждого Дориана армия верных друзей И поэтому на прошлых выходных я полетел на гору Озарк, чтобы провести время с доктором Коксом Он, конечно, не приехал Кстати, и его домика на озере тоже нет И ещё он обещал мне сделать качели из покрышек Ты со мной? Да, с тобой Ради Теда Ради Теда Так, Тед, мы придумали способ, как избавить тебя от страха Убить меня, я попробовал Нет, Тед, помнишь, когда ты был маленьким, отец бросал тебя в глубокую честь бассейна, чтобы ты научился плавать? Плыви, Тед Привет А где наш друг? Он в углу Вы его напугали Если стоять тихо, он скоро сам вылезет Привет, ребят Вы хотели со мной о чём-то поговорить? И тогда Тед вспомнил, что уборщик говорил об уверенности Он знал, что уверенность он чувствует только в одной ситуации О, Ассал, собрались Я слышал, как вы вчера играли И подумал, может быть, вам захочется поиграть с нами Кстати, я Эдди Баклин А я Стефани Гуч Ну что ж, Гуч Посмотрим, угоните ли вы за нами Ты был прав со своей честностью Он бы до этого не добрался, если бы ты не научил его верить в себя Мы с тобой отличная команда Почему у тебя ладонь мокрая? Облизана уборщиком Перемирие окончено А мне нравится, я думаю, что и Уиннибл Что? Ну нет Попался Охренеть Господи, хуже уже быть не может На сиське волосы длиннее, чем на голове Доброе утро Мне кажется, нам надо поговорить Все-таки я видел, как ты выдергивал волосок из-за своей, ну, особой зоны Кошмар, да? Короче, что нам теперь с этим делать? С твоего разрешения я выскажусь первым Да, спасибо Ты должна отдать мне этот волосок Потому что я храню всякие отвратительные вещи Которые только можно найти Я положу твой волосок между моим сгнившим зубом и слезнелиткой Это гибрид слезняка и улитки Которые я пытался вывести в своем гараже Конечно, не вышло Мы вчера вообще не виделись Неожиданный ответ К прямым сожалению, я видел то, что я видел Либо ты выдергивал волосок, либо у тебя за пазухой змея А может, ты все выдумал? Помнишь, как ты выдумал, что построил огромный песочный замок на парковке Или повесил Джей Ди вместо флага, несмотря на все законы физики? Вообще-то я это делал Делал ли? Ну, я думаю, что да, но... Так, эти игры разума на меня не действуют У меня фотографическая память, я все помню Например, вчера я прибыл сюда в 7.45 В 7.50 я вздремнул В 2.45 проснулся, чтобы увидеть, как ты выдергиваешь огромный волосок Затем я вздремнул, затем был обед, затем я пошел домой Глаз не мог сомкнуть, бред, да? Печально Хватит от меня убегать Черт, я опять хочу спать Какой-то бред Даю тебе последний шанс признать правду, иначе перейду в нападение Был волосок или нет? Нет Ладно, напросилась Донни, кекс! Без отрубей! Отлично Черт, я готов достать медсестру с волосатой грудью Но ей-то поверят, а мне нет А вы свидетель вчерашнего происшествия Какого происшествия? Мне тут вчера вообще не было Были? Извините, а что? Тихо, он же здесь Кто, я? Ладно, передам Мой кекс считает, что ты чокнутый, и просит тебя уйти Передай кексу, что это он чокнутый, это ему надо уйти Нет Что со мной происходит, а? Отличная работа Все в порядке? Да, все прекрасно Я больше не знаю, что реально, а что нет Но это ничего, это не страшно Слушай, а вдруг куски всей моей жизни, это просто плод воображения? Может, я и в Китае никогда не был? Может, китаянка от меня не рожала никогда? Может, я и в фильме «Бег лет» не снимался? Тут кто угодно может спятить Однажды после двойной смены я была уверена, что пошла домой и легла к терку А утром проснулась в ординаторской в обнимку с доктором Бородой Теперь он всегда сует мне ключи от гостиничного номера Поверить не могу, что ты со мной так добра, хотя я тебя чуть было не уничтожил из-за того, чего и не было Прими мои изменения Это было проще, чем я ожидала Нет, Борода Милый, ты тут измазался Это что, клубничный джем? Да нет, бритва тупая Бедненький Не волнуйся, я же не себя брил О, Джек, как ты думаешь, твоей матери должно быть хоть капельку неловко, что ее периодически дурит четверклетний сын? Ненавижу школу! Да-да, я помню Можешь не быть таким уродом перед обслуживающим персоналом Я пойду Да, конечно, вечером встречаемся? Отвечу тебе вот так Не понял, это что значит? Ты такой милый Вообще-то я правда не понял Так мы увидимся или нет? А что, у кого-то из нас такой вид, будто нам не все равно? Это случайно, и мы приносим свои извинения Извинения приняты Знаете, то, что у нас с девушкой все хорошо, а у вас нет, это абсолютно не важно Просто у нас пара лучше Да нет, мне просто надоело, что он считает меня плохой матерью Я прекрасная мать А неужели? И где же твой сын? Черт! Джек! Спасибо за вчерашний ужин При свечах я уже ужинала, а вот при светлячках никогда Да, было нелегко запихнуть их по банкам, но я подумал, что будет красиво Чем займемся вечером? Прости, я не хочу держаться за руки Ты не обидишься? Да нет, конечно Я ни капли не обижусь Подумаешь Как подростки говорят Да ладно Мол, все хорошо Все нормально Отлично Я тебе позвоню Конечно Ай, слышь ты, уборщик Надо же, какие у вас прочные отношения, да? Нет ничего прекраснее, чем смотреть чьи-то глаза и видеть, как внутри них что-то умирает Ну вот Прощай, Надежда Между мной и девушкой все хорошо И уж простите, что наши с ней отношения построены не на взаимной черной ненависти Мы не испытываем ненависти друг к другу, правда? Ну разве что самое малость Но это нам помогает Да Я хотя бы могу держать тебя за руку Вот Что это? Какого черта? Ты что, носишь обручальное кольцо? А ты только заметила Он носит его несколько месяцев Месяцев? Я пошел Держаться за руки Это ведь не трудно, да? Значит, у нас с девушкой что-то не так Чувак, я первый Девушка это кто? Так, значит, она не любит держаться за руки, да? А парам так положено За руки Еще спать по лету Значит, она, возможно, не моя половинка Зальцор, ты когда понял, что твоя жена твоя половина? Это было наше четвертое свидание у нее дома Мы сидели у камина, смотрели в друг друга в глаза Тогда я понял, что она моя половина Я бы ей это и сказал, но не мог у меня во рту был кляп И зачем только тебя спросил Отторжение? Я же сказала, что не хочу этого делать Почему? Давай Давай поговорим позже Похоже, кого-то только что бросили Тюрк, эллиот классная Сище красивые Роскошные А задница? Плоская, как я и люблю О, да Джейди, трахни телку Джейди, трахни телку Телку с плоской попкой Я вспоминал, как впервые рассказала тебе терку Слушайте, вы оба говорите, что в последнее время были счастливы Зачем все портить из-за кольца? Зачем отказываться от счастья, даже не поговорив с девушкой? Поскольку я снова счастлива в отношениях, я дам вам совет, хотите вы того или нет Да, я такая Не портите того, что есть только потому, что боитесь стать уязвимыми Ой, ты посмотри, а А вы симпатичный У вас папа есть? Вот так вот, прицениваюсь Мне не нравится, что ты пытаешься заставлять людей относиться к тебе с уважением Я никого и не заставляю Тогда как ты это объяснишь? Ты их гипнотизируешь? Ты меня пытаешься гипнотизировать? Не выйдет, меня уже гипнотизировали 15 лет назад в Лас-Вегасе я вышел на сцену среди добровольцев И посреди выступлений гипнотизера сработала пожарная сигнализация А из транса меня вывести забыли Так что есть какое-то одно слово, которое меня включает-выключает Если я его услышу, то отключусь Сософраз? А, точно, молодец Потрясающе, как из всего английского языка ты выбрал? Мероприятие Круто, я угадал Ты идиот Предупреждаю по-хорошему, если и дальше будешь разгуливать, как будто ты крутой начальник, я тебя накажу Понял Зубодробительно Нет? Альбатрос Близко Берегись, король отстой Я тебя предупреждаю Настало время твоего наказания Ну дай хоть мороженку доесть Что, за 15 лет никто ни разу не сказал слово мороженка? Так, все, доигрался Мороженка Мороженка Мне снился странный сон Мороженка Обалдеть, купился Интересный день будет Эй, ты, который улыбается, можно с тобой поговорить? Конечно Увидимся Я думала, вы хотите поговорить Нет, я хотел наказать тех двух за то, что они тронули мою тележку Я поработал над лифтом, им теперь будет страшно Прикольно, да? Выпустите меня отсюда! Вот и он Ну что, готов? Я должен проверить сообщение Я бы раздавал номер телефона, но он бы тогда звонил не переставая Джейди всем нужен Дерек, я знаю, что ты думаешь Ты думаешь, что он глупый, самовлюбленный идиот? Но он не просил себе такой участи, так что не наезжай, ладно? Дей, вы это видели? Что? Хорошая тележка Эй! Эй! А вы выше, чем я вас запомнила Спасибо Я должна знать, почему вы не дали мне зайти в лифт? Я ведь тоже трогала вашу тележку Это просто, я тебя не тронул, потому что ты бы этого не вынесла Ты слишком слабая Поверить не могу, что ты целовалась с Хауей Подумаешь, дала ему грудь пощупать Я всем даю Хочешь пощупать? Ладно, я в хорошем настроении Готовы результаты биопсии Присмотрите с моей тарелкой Ты что делаешь? Он мне ничего не сделает Он считает, что я слабая Знаешь, вниз трех кидаться зелени Это очень опасно Моего двоюродного брата убил качан капусты Серьезно? Да Ну, вернее, не сам качан, а кролики из канализации, у которых он его отобрал Кролики Я вообще-то потрясенный, честно говоря, и я так могу Отсмотри Мороженка 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 Мотор Хороший тележка Хороший тележка Хороший тележка А? Ну-ка, ну-ка На, кушай, давай Тележка Апорт Давай Молодец Хороший тележка Будь то новый роман А ты до меня кого-нибудь любил? Один раз Она была уборщицей Ну, швабра для нее была важнее меня Я, честно говоря, не возражал До тех пор, пока не вернулся домой И не застукал ее в постели со шваброй Ну, они просто обнимались Ну, знаешь, все равно как-то Ну, это предательство Мне до сих пор трудно об этом вспоминать Но ты все изменил Так, объявляю заседание мозгового треста открытым Как вы знаете Наш достойный Ллойд утонул, плавая с трубкой в отцовском бассейне С тех пор мы пытались смириться с его заменой Но, к сожалению, не получилось К тому же, тот постоянно пытается дать пять Картонной фигуре и сбивает ее Да вы посмотрите, в каком позе Я не могу устоять Можешь Поэтому на прошлых выходных ты приходил в мой гараж на семинар по силе воли И, кстати, себя за семинар 60 баксов Короче, что гласит пункт 47а законом взголового треста? Тед? Живи свободно, мыли умри Это закон Нью-Гэмшира Пункт 47а гласит, что у нас должно быть ровно четыре члена Поэтому я объявляю о восстановлении Дага Мерфи В правах постоянного члена мозгового треста Постоянного, пока вы не найдете кого-то, кто вам больше нравится Перестань, ты просто не уверен в себе Чуваки! Господи, ты живой! Так, все, ты выбрал, Ллойд, ты снова в строю А мы думали, ты помер А я подстрелил свою смерть Просто задолжал букмекеру На пранксеру ничего не вышло, он видел меня в торговом центре Так, что нового? А доложите 80 тысяч, а? Не получится, Ллойд Мы потратили все средства треста, когда приглашали группу Чик-Трик на наш пикник На, точняк Пока, Ллойд А Даг снова с нами? Постоянно Да Ну, пока Ллойд не разберется с моими долгами, конечно Так, собрание закрыто А, да, чуть не забыл Тед, раздай вот это всем в клинике Картонный дай пять Так, сегодня днем ты в моем гараже Захвати 120 баксов И сэндвич с мясом Привет! Не может быть! Поверь, не могу, что вы приехали. Какого хрена вы приперлись? Я собрал все войска. Я пригласил вас на свадьбу в другую страну за три дня до события. Вы не должны были приезжать, мне нужны были только подарки. Ты видишь тут хоть кого-нибудь из 847 приглашенных? У нас даже церемоний не будет. Ну ладно, мы просто отдохнем, ничего страшного. Ладно. Обязательно! Ты права, милый, нужно устроить церемонию. Шикарную! Я тебя убью. А уборщик хотел меня убить, потому что я невольно заставил его устроить свадебную церемонию. У нас будет церемония, мне нужно помочь. Нанеси крем от загара и собери срочное собрание мозгового треста. В островном стиле. Где тот? В последний раз я его видел, когда он пикал себе в плавки морские водоросли. Логично. Где док? А чёрт, а ему я забыла дать приглашение. Он женится, а нас не пригласил? Чёрт! А зачем вы носите с собой свои приглашения? Это же глупо! Вы глупые, вы дураки все! Так, запиши Дага на следующий семинар, как справляться с отказами в моём гараже. С него 80 баксов. 80 баксов? А можно я приду? Для тебя места нет. Ну вот! Нельзя так реагировать на отказ. Старик, я живо тебя переделаю. Ура! Сто баксов. Сто долларов в блеск! Салат на вкус, как крем от солнца. Это потому, что ты положил туда крем от солнца. О, мэр, значит, на лицо я намазал соус. Так, объявляю второе международное собрание мозгового треста открытом. Начну так же, как начинал такую же встречу 6 лет назад в Гватемане. Завтра я женюсь, мне нужна помощь. Тед, с тебя музыка. Тодд, ты должен найти мировую судью и морскую черепаху, чтобы она подносила кольца. Вопросы есть? Да. Это кто? Это Айра. В мозговом тресте должны быть 4 человека, а еще он умеет говорить с дельфинами. Ну, если не вред, конечно. Тодд, на! Тодд, на! Прирожденный лидер. Тодд, на! Так, слушай, я бы... Тодд, на, быстро! Да. Нет, я знаю, что он расстроен. Хорошо, передай ему трубку. Привет! Наверное, ты расстроился из этой путаницы с приглашениями, да? Нет, у меня тут полно дел. А у вас там как? Крут все, да? Ну да, тут ничего круто. Я так и думал. Знаешь что, я буду говорить с тобой по телефону до тех пор, пока... Извини, мне пора. Кэрол, закрывай. Я нашел тебе судью. Поздоровайся. Это Вэн. 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 Надо растягивать. Вэн. Да, Вэн. А сын у тебя, наверное, мини-Вэн, да? Ты имел право не смеяться, потому что шутка не удалась. Спасибо. Где ты откопал этого дебила? Вэн помог мне закончить медицинский. На нем мы отрабатывали все ректальные исследования. Помню, парочка исследований проходила в этом баре, прям вот здесь, вот, да. С тобой, кстати. Это одновременно завораживающе и омерзительно. Отсюда открывается потрясающий вид на Хоптаун. Так. А это у нас кто? Наджи, это Джейди. А что он тут делает? Это он заставил меня изменить мои свадебные планы и теперь должен провести на этом маяке 10 минут. Что это все? Да, это все, мой друг. Тогда зачем ты привязал рыбку к моим рукам? Чайки. Нет. Нет. Нет, спасибо. Как тебе, женатая жизнь? Приходится идти на компромиссы. У моей жены аллергия на енотов, пришлось выбросить мое любимое покрывало. А как медовый месяц? Кстати, знаешь, Келсо тоже остался на Багамах. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. А давайте останемся тут навсегда. Да, мы его видели. Приношу свои извинения. Я так залился ровом, что смутно помню, где был. Очень неловко. Да перестань. То есть сначала, конечно, мы были явно лишним, но потом мы научились вас использовать. Вы платили за обеды, пару раз дрались в баре, а на пляже мы поспорили, что вы не сможете снизить морскую звезду. И я? Я должен вам доллар. То есть ты повеселился? О, да. Ну, отлично. Извините, но нам придется закрыться. Наш кондитер только что поступил в клинику с крайне заразной кишечной инфекцией. Подумай, я уже в клинике. Ты хочешь, чтобы он стал главным хирургом? Ну, это кое-чего зависит. У него будет специальная шляпа? Нет. Так, хорошо. А если вы сделаете его главным, а я сделаю ему шляпу, вы заставите его ее носить? Ну, что-нибудь в стиле водолазного шлема. Эй, привет. Нужна новая кишка? Нет. Чего делаете? Означаю себе лечение. А ты что делаешь? Делаю специальную шляпу на случай, если черный доктор станет главным хирургом. Постереги мою дверь, пока я кое-что не закончу. Это с чего бы это? Ты знаешь почему. Связь, которую не разорвать? Это было 20 лет назад. Ладно, я уважаю закон. Вам было так хорошо на Багамах. Зачем вернулись? Слушайте, я думаю, это нудийский пляж. Это церковь. Ну и что? Ладно, я уеду. Держите его, держите. Ну, в общем, как-то, видимо, пора было выезжать. Отлично. Кто-то уже сделал ему укол. А можно мне этот шприц? Я прикреплю его к одной штуке, которую я делаю. По-моему, так нельзя. Это шляпа. Я все равно не могу. Я это не надену. Не тебе решать. Ладно. Вообще круто. Отдай. Нет, не слишком поздно. Идет главный хирург. Приветствую тебе. Вот так. Вот так вот, правильно. А у меня еще одна есть. Ты сегодня зайдешь на третий этаж? Нет, в этом месяце я третий этаж не убираю. Этим я как бы говорю. Если ты украл чей-то сэндвич, то будешь гнить в собственном дерьме. Милый, это я взяла сэндвич. К сожалению, слова назад взять не могу. Слушай, мой племянник, сын моей сестры Эми, совсем от рук отбился. Отца у него нет. Я подумала, может, ты сможешь с ним поговорить? Эми, это которая подарила на свадьбу салфеточку, да? Она хочет, чтобы я спасал ее сына. Ну, пожалуйста. Справедливо. Итак, Иэн. Я Итан. Неважно. Твоя мама сказала, что у тебя в школе дела идут неважно. Ле, мой рюкзак спер. Я хочу ему врезать. Нет, нет, мы никого не бьем. Никогда. Если ты когда-нибудь кого-нибудь ударишь, вся злость уйдет. А нам надо сохранить злость в себе, простить ее, лелеять, как ребенка. Да-да, ты должен проникнуть Леему в голову. Определить его слабые места. Возможно, он боится темноты. На что у него аллергия? Что он будет делать, если окажется в воде? Есть ли у него домашнее животное? Можно ли это животное уговорить предать хозяину? Готов ли ты сделать пластическую операцию, чтобы преследовать его всегда? Ты пересадишь себе глаз вот сюда, и будет хорошо. Если ты этого не сделаешь, то я зря теряю с тобой время. Вы что, ширеетесь? А ты? Короче, я начинаю работать в Сен-Винсенте в конце месяца. Что ты будешь делать с Винсентом? Я не слушала. Да неважно. Винсент мой парикмахер. Всегда хорошо быть рядом с сыном. Я думаю, может, переехать в Сиэтл, чтобы быть поближе к борделю Гаррисона. Наконец-то он перестал притворяться и стал честно работать шлюхой. Хорошие деньги, говорят. Особенно, если соглашаться на всякие неприличности. Привет, Винсентом. Обязательно. Эй, маньяк. Да? Ты, наверное, рад, что твой маленький враг уходит. Нет, не рад. Я наконец-то упорядочил свою жизнь, у меня жена, мозговой трест. Я задурил Йохана из сувенирного киоска, он теперь принимает мою фальшивую валюту. И тут, который он нарушает статус-кво. Спорим на пять швабрюсов, что за ним последуют и остальные. Перемены вызывают новые и новые перемены. Ты подал мне идею. Валяй. Отныне, если кто-нибудь будет не надоедать, я могу просто встать и уйти. Мне это не нравится. Знаешь, Джордан, я думаю, отлично сработано. О, нет, это предательский взгляд. Тебе будет больно. Мне больно. Так, слушай, Мишей сосредоточится. Я купила йогурт, а в качестве сдачи мне дали бумажку, где написано «Три швабрюса». Это приблизительно сорок центов. Эй, ты, Потный, как у вас дела с подружкой, с которой вы теперь делите комнату? Ну, мы всё время занимаемся сексом. За что? Почему люди так реагируют, когда представляют, как я занимаюсь сексом? А ты сам попробуй. О, господи. Не очень приятно, правда? Ты отоставил меня задуматься. Может, нам с Джейди стоит рискнуть и съехаться? Перемены. Влекут за собой перемены. Мне так не хватает работы врача, что я подумаю, может, подрабатывать временной заменой. Ну, семейным врачом. И ещё перемены. Вы возвращаетесь? Мне со вторым ребёнком будет сложно работать на полную ставку. Перемены. А если я устанавливаю парочку азиатских детей, переозвереет? Так, всё, хватит. Никому не двигаться. Хватит. Извините. Да, ей можно, но только потому, что она уже до этого попросила разрешения. Когда? До того, как вы все пришли. Она, я предупредил, что скажу, никому не двигаться. Она сказала, ну, мне надо будет сдвинуться немножечко. Тогда я ей сказал, ладно, мы друзья, потом увидимся. А она сказала, да, конечно, повеселимся. Ну, чё надо? Я хочу, чтобы вы перестали менять свои жизни. Нас приучили думать, что перемены — это хорошо, а это нехорошо. На самом деле, перемены — это плохо и очень опасно, и опасно так, что даже... Куда? Я сказал, никому не двигаться, я же сказал. Никому. Ну, вы двигайтесь, вам можно, да. На вас всем наплевать. Милый, что скажешь, если моя сестра и её сын поживут у нас немного? Ну-ка, потрясающе. Тёрк, ты намусорил. Выпускайте. Уборщик есть. Уборщик убирать. Только убирать. Есть. Нет. Убирать. Нет. Может ли добро существовать без зла? С этим вопросом к пастору. Я еврей. Серьёзно? Ну, шалом тебе. Чего? Неважно. Эта фигня про добро и зло у меня после того, как я посмотрел неуязвимого. Мэ Найт Шьямалана. Он М, не Мэ Найт, а М Найт. Нет, Мэ, как Сэмюэл Эл Джексон или Лилы Кул Джейн. Нет, вряд ли. Не Мэ? Нет, не Мэ. Забавно. Когда мы с ним однажды играли в боулинг, он сказал, старик, никто не произносит моим правильным. Я сказал, Мэ, у тебя есть пара проблем посерьёзнее. Во-первых, страйк тебе не сделают. Во-вторых, постарайся хотя бы раз снять фильм без неожиданного поворота в конце. Он, конечно, обиделся, час со мной не разговаривал, но после поездки оттаял в сене. Я уверен, это подлинная история. Ну, короче, я хотел устроить на твою увольнение что-нибудь особенное, но жена отнимает всё моё время, так что я хотел провести вечер в лаборатории, а она хотела поиграть в карты. У тебя есть лаборатория? В общем, я решил сработать по-простому. Как думаешь? Вот это что? Какое-то гейское мужское украшение. Вот именно. Это монетка, которую ты сунул в дверь восемь лет назад. Я тебе в последний раз говорю, не совал я туда монетку. Признавайся. О, Господи, ну зачем ты это делаешь? Я читал в одной книге, что если кого-то застать врасплох, скорее всего, они скажут правду. Не думаешь, что это сработает? Да ничего, не расстроился. Знаешь, как говорят? Признавайся. Пожалуйста, перестань, ничего не произойдёт. Ничего, не расстраивайся. Видимо, я что-то делаю неправильно. Признавайся. 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 Эй, парышня, не вы ли это заблокировали дверь лифта? Нет, сэр, это не я. Скажи правду. Ладно, это сделала я, но это было случайно. Ничего страшного. Ты призналась, вот тебе за это 10 долларов на мороженое. Это бред. Он заставил меня это сделать. Никаких импровизаций. Верни деньги. Нет, в сценарии написано, порвать их и драматично уйти. Ты знаешь, она могла бы быть моей утраченной в детстве сестрой. Слушай, у меня тяжёлый день. Тяжёлый день, они как блинчики. Признайся. Да, хорошо, это я засунул монетку в дверь. Это было 8 лет назад. Надо же, сработало. Это была случайность. Монетка выбралась из кармана. Это был мой первый день. Я не хотел тебя злить. Ты мне веришь? Да, я же видел, как это было. Если ты это видел, зачем ты меня тогда спросил, не я ли засунул монетку в дверь? Это была проверка характера. Ты проверку провалил и потерял прекрасную дружбу. Но мы всё ещё можем быть друзьями. Моя последняя история болезни. Значит, твоя последняя смена закончилась. Вот и всё. Приятно было познакомиться, Джон Дориан. Мне тоже было приятно. Как тебя зовут? Глен Мэттис. Это оказалось легко. Сейчас легко. А в детстве у меня был дефицит дикции, и я говорил... Ген Мэфиф. Я рад, что мы тогда не были знакомы. Да, тогда бы я тебя порвал на кувки. А почему ты мне сказал? А ты раньше не спрашивал? Спрашивал. Уверен, что нет. Я тут 8 лет работал и не знал твоего имени. Я называл тебя уборщик. Я уверен, что спрашивал, как тебя зовут. Я так не думаю. Серьёзно? Но обычно людям не интересны мне уборщика. Ты, наверное, его уже и забыл. Глен. Глен. Мэфиф. Ну, прощай, Глен Мэтьюс. Прощай. Глен Мэтьюс, да? До свидания. Привет, Томми. Привет.